Идет 2018 год и это очень странное время Считается, что если ты не славишь все, что происходит в России, а говоришь о ее проблемах, то ты Россию не любишь Но это бред И к счастью, в истории России было много великих людей, которые это доказывали Один из них режиссер Алексей Балабанов Балабанов очень любил нашу страну и особенно наших людей И поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках Иногда он делал это настолько жутко, что зрителей разрывало от ужаса и гнева Но всегда он делал это настолько виртуозно, что не возникало вопросов Тоже главный русский режиссер современности В мае исполняется 5 лет с того момента, как Балабанова не стало Всю свою жизнь он был очень закрытым и непубличным человеком Ютуб не помнит с ним ни одного большого и откровенного интервью Этой весной мы встретились с его самыми близкими людьми Они тоже очень редко говорят про Балабанова на публике И узнали, как он жил, как он работал и почему делал кино именно так Спасибо им за доверие и разговор Спасибо Алексею Балабанову за талант, зрелище и любовь к родине Вперед! Как же в кино? Сидела в зале и смотрела, открыв рот, счастливые дни Ну, в общем, даже не обратила внимания, кто его представлял Не помню Лешу на сцене А пришла в дом кино посмотреть этот фильм по приглашению оператора Сережи Астахова Посмотрела и в середине фильма поняла, что человек, который ездит на трамвае, а потом прячется в лодку Тот человек, который идентичен тому человеку, который его в эту лодку спрятал Не Беккету, а тот, который снимал Беккета И поняла, что я бы хотела выйти за него замуж Почему? Потому что этот мир, который он создал на экране Я поняла, что это мир человека, который мне очень близок по духу А потом уже в «Нулин фильме» увидела, как в «Мастере Маргарите» Любовь из угла выскочила и пронзила ножом Как вы сообщили ему о том, что Любовь выскочила и пронзила вас ножом? Как вы показали это? Вообще не показывала, мы просто в нарды стали играть В нарды? Так, а как вы познакомились непосредственно? Как вы подошли, в общем, первую партию в нарды предложили? Он предложил все-таки Он же не знал, что я уже влюбилась А тогда в доме кино непосредственно встретились и познакомились? Нет Вот на «Ленфильме» встретились Когда ему сказал кто-то, по-моему, Сережа Астахов Сережа Астахов мне сказал, что на «Ленфильме» появился человек Со странными мозгами, такими же, как у меня И надо бы поработать вам вместе А потом Леша стоял в коридоре с продюсером Который тоже, видимо, понял, что человек со странными мозгами Должен работать тоже с не очень правильной женщиной И нас познакомил А Леша сказал, что на него повлияло то, что я в юбке А все остальные были в штанах? И ему это было важно? На тот момент, видимо, да Он сказал, так, тебя попричесать, то ты кокетливая какая-то, вертишься Но ты в юбке, ладно, подойдешь Я шла по коридору Шукинского института Который заканчивал уже И меня встретила ассистент по актеру Тата Лелик И говорит, девочка, ой, иди сюда, иди сюда Знаешь такого режиссера, Алексея Балабанова? Я говорю, конечно, знаю Она, ну вот, пробуй у него на главную роль женскую Фотки свои дай Еще тогда фотки печатали в 2006 году В общем, еще там печатные были фотки Их брали, еще такое было Я напечатала фотки, перенесла Она мне сразу принесла сценарий Мы с ней поговорили Я говорю, да вы что, это мой любимый режиссер Она говорит, ну вот, он приедет из Питера И будут у тебя пробы И дала сразу мне литературный сценарий Что вообще сейчас никто не делает Ну, как бы, все боятся, что воруют идеи кино и так далее И только контуры дают сейчас, да? Ну, вообще ничего Описание даже не дают Ничего не дают А вот я сижу в Шуки и вспоминаю Что в 90-х, в конце 90-х вышел фильм «Брат» Это же просто была бомба И особенно в провинции Вся Сибирь гудела Я отдыхала летом в деревне Крачи по Домскому Своих родственников И мы с братом сидели на диване Смотрели такой телек выпуклый Там видак у нас Кассеты еще были ленточные, как называется В общем ВХС Да, смотрели фильм «Брат» И я кричала брату Я буду сниматься у этого режиссера Я буду сниматься у этого режиссера У меня папа Секретарей комо партии Дверцу прикрой Через шесть лет я была Через шесть Ну да На съемочной площадке У него Восемьдесят седьмой год Москва Высшие курсы сценаристов и режиссеров Куда мы поступили Поселились в одном блоке Общежитие ВГИК На улице Галушкина, дом семь Блок это Входишь, общий предбанник И две дверцы В комнаты В каждой по два человека В одной из них был Балаванов С товарищем В другой я Ну фактически это одна Квартирка Одна семья Ну вот собственно познакомились Мы именно там, в общежитии Мы все для этого туда пришли Чтобы делать кино Тем более, что вдруг Это все стало возможно Это восемьдесят седьмой год Это собственно Даже не год А месяц Перелома Когда кино Стало можно снимать всем Любому То есть до сентября восемьдесят седьмого года Можно было снимать кино В Советском Союзе Только с дипломом режиссера Только и исключительно Собственно я поступил на курсы Для того, чтобы эту бумагу получить То есть даже если ты раздобыл камеру, команду Все что угодно Без этой бумаги ты ничего не можешь? Да, ну нет Ну что значит раздобыл? Это же была еще социалистическая экономика Это все было Ну вы могли теневым образом Подпольным Что-то такое снимать Но тогдашние технологии Не позволили бы вам Ну мы это сделали Однажды был такой фильм День ангела Ну это был уникальный случай Вообще это преступление Вообще говоря было Как самогонного арене Или изготовление фальшивых денег Некая монополия на производство Таких настоящих больших фильмов Принадлежал государству Может сильно не наказали вас Но из профессии вы выгнали навсегда То есть ну там где-то Вы работали другим человеком А это вот был как раз месяц сентябрь Когда вдруг 87-го года Мы начали учиться Одновременно стало ясно Что да, можно снимать кино Но наша личная биография Это было большое событие Ну вот это неправильно Что я говорю Надо текст знать Первое условие Проверяй, чтобы артисты знали текст А что буду слушать? У меня хватает Отстань от меня Что буду слушать? Я не понимаю Что мне говорить Понял, родной Понял я Ну давай покажем Давай репетировать Теорию из дули делаешь Такую страшную теорию Как у дуги, так и делаю Это не Что-то поменялось Она не выглядит как та Которая в Советском Союзе была Ну вот где сейчас мы находимся Тут не было школы Мы по земле идем Так Но сейчас постепенно Вот мы заходим И вот мы заходим Как раз в то место Где уже была школа Вот прямо за стенкой И был актовый зал Прямо на сцене стояла у нас Аппаратура, пианино И где в общем-то мы репетировали И проводили большую часть жизни Кстати, надо сказать Что играл на гитаре Он очень плохо А пел-то вообще просто отвратительно То есть И Но на самом деле Так же плохо, как вы, да? Нет Даже вот насколько я плохо пою Так я все равно пел его лучше Ну, когда мы пели, допустим «Мисс Ван де Билл» Ну, Леха сказал «Я хочу хай-хоп» Это самая популярная песня Я самый такой гитарист Я буду ее там петь Но там есть «Down in the jungle, loaning, thank you down to his money, don't pay rent» Вот он все с этим справлялся А потом, когда начинал «Leave me alone, Mrs. Washington» Вот это, к сожалению, он вообще не мог петь Это был аттрактор Вообще мерзость И вот потом мы пели эту песню вдвоем То есть я пел припеву А он пел, соответственно, запеваю А можете назвать три или пять главных музыкальных групп Балабанова в юности? Ну, вот совсем в юности мы Для нас была очень главная группа, понятно «Криденс» Была главная Я четыре, можно называть? Давайте Они все одинаковые Это группа «Битлз», Группа «Криденс», «Диппепл» А вот с одной группой у нас были очень сложные отношения Была такая группа «Лэдзеппелен», да? И все делились пополам Кто-то любил «Диппепл», кто-то любил «Лэдзеппелен» Но у «Лэдзеппелен» была в пятом альбоме «Хаоса в Захоле» одна песня Которая, ну, самая лучшая песня всех времен и народов «А-а-а-а-а-а» Я не помню, как «Диа Майкл» называется, что-то такое И эта песня так нравилась, ну, и мне, и Лёхе, да? Это, что он записал на диктофон, который папа позаимствовал На киностудии, где работал, да? И как раз мы именно с этим диктофоном ходили И слушали только эту песню, скажем, ну, день, целый день А как вы считаете, это был такой метод общения с женщинами намеренный? Ну, чтобы эффектнее выглядеть? Или это было абсолютно натурально? Абсолютно искренне, да Ну, и потом он сказал, что у настоящего режиссера Не одна жена А одна, говорит, у меня уже есть, будет сейчас вторая А он к тому моменту уже был в разводе? Не совсем Так, то есть вы его отбивали? Нет, не отбивала Он просто… Так получилось Я считаю, что люди должны жить тогда только вместе, когда они любят друг друга И ради детей, и ради чего-то не сохранять семью Потому что вранье ведет только к краху Во всех областях И в творчестве тоже Надо быть честным А Алешка был очень честный Самый честный человек, которого я встречала в своей жизни Можете привести пример, когда Балабанов говорил правду в тех моментах, в которых ни один другой человек эту правду бы не сказал? Есть вещи, о которых, наверное, можно говорить, а есть вещи, о которых нельзя говорить Так как вы человек, про которого мне рассказали, что вы любите вещи, которые нельзя говорить, то я скажу Он выражал вещи, которые и на экране, и в жизни, которые не приняты были То есть он говорил как бы правду, но в обществе это не принято В обществе не принято положить ноги на стол, наверное, это некрасиво В обществе не принято говорить о том, что в России в глубинке к еврейскому вопросу относились с подозрением Он об этом сказал вслух Он сказал, что это есть, этот вопрос есть А все остальные люди почему-то очень пожимают плечами и говорят, что лучше я обойду Он не обходил И он мог человеку действительно сказать, что… То есть его абсолютно не раздражало, если человек там грязный, вонючий Он об этом ему не говорил, на это не обращал внимания Но если человек приглашал к себе маникюршу, он мог ему сказать, ну и мудак ты Человек неважно кто, девушка или мужчина? Абсолютно Даже если это будет… Ну я не знаю, может и Путину бы сказал Вы стали жить вместе и после этого он ушел из первой семьи? И мне кажется, что существование, я уже повторяюсь, существование с человеком, которого ты разлюбил, не может быть, если ты человек очень правдивый Он очень любил своего сына Я переживала именно из-за него А мне кажется, что у жены уже были другие интересы тоже Они разошлись по интересам, не устраивая скандалов и ничего Я с большим уважением к ней отношусь, потому что она, во-первых, была его первой женой Во-вторых, она родила замечательного парня Федю, которого я обожаю И ничего страшного в этом нет Вы разве не теряете там, не расходитесь с друзьями? Почему с женой не разойтись, если ты, в общем, перестал ее любить? Были ли какие-то знаки внимания вам, как даме? Поздравления, подарки? Вы были этого лишены или у вас это было? Значит так, я помню, первый раз он мне подарил зубную щетку Привез ее из-за границы Сказал, что... Ему там сказали, что я рисую хорошо А ему казалось, что я каракуле делаю И он в подарок мне привез зубную щетку Пошел купил все-таки Не из гостиницы привез Второй раз он мне подарил на день рождения кисти Очень дорогие и красивые Для живописи Ага И один раз подарил мне цветы Потому что гулеванил ночь И пришел к утру А я, естественно, никогда не спала, пока его нету Мне, в общем, все равно было С девушкой он гулеванит или нет Но мне главное, чтоб жив был Вот принес цветы три раза И все Все Неужели вам не хватало? Ну... Он столько другого мне делал Классного Ну, знаете, вот вы ходите жене там цветы Дарите, 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 дарите И это, и это, и платье, и пожалуйста А у вас нет самого классного того, что вы можете дать Энергию человека, который не отсюда Который... Знания еще, к тому же, я от него получала Таких, которые я ни от кого не получала Он книжки читал так, как никто И мне рассказывал А музыку он слушал как Он мне научил музыку слушать Совершенно по-другому Он ее научил слушать картинками То есть я теперь музыку слушаю И кино целое смотрю Которое я сама вот вижу Неважно, на русском или на английском? Абсолютно Очень много Он из музыки вообще не жил И он очень много читал же на английском А я язык не знала Поэтому он мне рассказывал Того же Фолкнера он мне рассказывал И завораживающе рассказывал? Угу 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 Мама, Федя Потом бабушки тоже переехали сюда В общем И здесь восемь комнат? Восемь, ну семь комнат, кухни, два туалета Два выхода Два выхода? Весь черная лестница В общем, чисто питерская Ну такое, да, да, да Слушай, а вот это вот всегда было, да? Слушай, в первое время было еще более или менее терпимо, но потом вообще началось вот это все, что даже ниндзя не пройдет, так сказать Ниндзя Ну у тебя палево было все время, да? Типа того Ну, нормально, нормально, привыкаешь И здесь же снимали кочегара Здесь снимали кочегара вот в той комнате, вот в той комнате и в той комнате, сразу в трех комнатах, но это было сделано так, как три разные квартиры, грубо говоря Слушай, а как, ну, считается же в квартиру нельзя запихать кинотехнику, чтобы все это снять И потом в павильонах строить Ну да, но здесь вот, папа хотел именно здесь снять, скайлифт привозили там, свет ставили, все было серьезно, да, такое И тебя как Очень важен был камин, который здесь есть, потому что тема огня в кочегаре очень, ну, плавающая, поэтому она нужна Камин вон там, да? И там камин, и там камин Но тот не горел, а тот вот прям прочищали специально, чтобы горел прям яркий огонь Там есть кадр, когда он убивает главную героиню, уносит ее, и там так переводится камера на горящий камин В детстве этого не было заметно, что вот он хочет, он не болел кино тогда В своем отечестве пророка нет, да, и как Леха не очень серьезно всю жизнь относился к моему творчеству, да, то, что там продуцировал Хотя мы играли в одном ансамбле, и играли, в общем-то, похвастуясь, мои песни, да Иногда он меня научил играть на гитаре, кстати, за что ему огромное спасибо, да Я никогда, да и сейчас не считаю его великим режиссером Ух ты! Значит, а порой, поскольку, ну, главное, что он мой друг, да Иногда с болью смотрю его фильмы, особенно слушаю диалоги Поэтому, когда он решил поступать на сценарный факультет, ну, я никак к этому не отнесся Я думаю, ну, что, ну, хочет человек, пускай поступает, какой из него жопа сценарист Ну, вот, и на самом деле, в дальнейшем, кстати, я почти уверен, что Лёха, он певец повседневности, и его самый большой талант, можно сказать, гениальность в этом, да Что он не нарушает ничего в повседневности Вот как оно есть, он всё это вроде бы так, он и снимает И в этом его основная вообще, то есть, магия А это разве не показатель большого, великого режиссёра? Когда он делает и переносит свою магию? Это, как бы сказать, вопрос, можешь ли ты понять, что это будет, ну, великое произведение, если человек не может придумать ничего искусственного Возьмём поэтов, да Вот, ну, для меня поэзия тоже как-то интересная такая штука И я всех поэтов делю на двух, на две большие категории русских поэтов Это поэты-искусственники, да, которые берут слово, препарируют его, из него делают такую красоту, которая вообще немыслима, да Ну, это Маяковский, да, это Вознесенский Андрей, это там жил-был щур, да, ну, какие-то такие вещи А есть поэты, которые пишут настолько естественно, что ты даже не понимаешь, ну, как они как говорят Таких поэтов тоже, ну, они есть, да, но для меня таких три поэта Это Пушкин, это Николай Алексеевич Некрасов и Александр Твардовский Вот они вот как вот, вроде бы, ты и придумать ты не можешь, ты не понимаешь, где здесь искусство Где вот это вот, ну, Василий Тёркин, да, где Вечёрки, там, где родимый сельсовет, знаешь, сам Василий Тёркин, что да, дороги нет Но слова сложены так, они так вот складываются, да, это, наверное, гениальность Но понять, что это гениальность до того, когда ты сам не попробуешь что-то подобное сделать, это невозможно И Балабанову вы пришляете к второй категории поэтов? Да, конечно Которую делают обычно, но гениально? Ровно так Лёша с актёрами, как бы это выразиться, не то, что не разговаривал, он там не репетировал, он не… Он видел человека, ну, вот Агню, например Понимал, что это она, и то, что ему нужно Ну, они, естественно, обменивались какими-то светскими репликами «Здрасте, здрасте, садитесь там, вы что, закончили, не закончили?» «Я там закончил и тот, и тот, вот у меня такой-то фильм, вот там нужно играть» И да, он мог сказать, а я при этом не присутствовал, но мог сказать, ну там голой надо быть Каждый режиссёр – это метод, каждый человек – это метод Каждого всё своё Можно делать замечательные фильмы, долго работая, репетируя, рассуждая о фильме, читки устраивая и так далее Ну, Балабанов так и не делал Он брал и снимал С грузактёром у него тоже был И всё, и всё это у него получалось, ну Очень часто практически идеально Главная реплика была «Перетопил» Или «Перетопила» «Перетопила» А что это значит? Ну, значит, «Переиграть» «Переиграть» Ну, основной его посыл артистам – основное правило, что не играй Ну, не играй просто и всё А тут сценарий Кино Не единственный метод делать выдающееся кино Но это один из правильных методов Делать кино так Главанов делал его так Вы помните, когда впервые в вашем доме появился Виктор Сухоруков? Ещё как помню Почему это в нашем доме? Да мы в его доме появились А, расскажите Витя жил здесь, на Васильевском В трёхкомнатной квартире Одну комнату он занимал, а две комнаты занимал… Пьяница какой-то А мы жили на Лиговке И Витя говорит Вы всё равно живёте в коммуналке И я живу в коммуналке Давайте мы поменяем вот моего Алкаша, который в туалет ходит Прямо посреди квартиры, не доходя до туалета И вот вас А мы поменялись Мы ему денег заплатили, перевезли его туда А переехали к Вите И жили с Витей Отличное было время Одна из вещей, которую я никогда не понимала Которая меня всегда завораживала и удивляла Зачем Балабанов переозвучивал артистов? И в том числе Многие об этом узнали Именно после «Груза 200» Что в «Братьях» Это не голос Сухорукова Почему? А у меня к тебе предложение, брат Фирму открыть Братья Багровы Звучит? Он считал, что звучание Это второй раз съёмка фильма И когда самое главное У него было везде И чему он меня научил Совместить несовместимые вещи Поменять То есть Роль Одна Её сыграл артист Этот А потом эту же роль Сыграл другой артист И он их взял и вместе склеил Это же интересно Ну вот Там, например, положено К синему костюму коричневые ботинки Да Положено Ну да Что с этим спорить Опять же Если в «Братья 2» Героиня наша Которая проститутку играет в Америке Она В неё коричневые ботинки Бежевый авиационный комбинезон И я, естественно, как художник Сделала коричневую шапку А Алёша сказал Ну вот вы все вот это вот подбираете одно к другому Вот это вот вам обязательно Мне нужна шапка Чёрная Которая диссонирует с коричневыми твоими ботинками И твоём представлении о моде Это надо всё перемешивать Точно так же он перемешивал людей Он сказал, что это дополнительная энергия появляется Ему самое главное было, почему он на плёнку снимал всегда У него было твёрдое убеждение, что так как плёнка делается из коров То это ещё одна энергия, которая воспринимает человеческую энергию Пропускает через себя и проходит на… и влияет на зрителя Плёнка делается из коров? Да Из вот бурёнок, да? Да, которые мукричат Уже не зря пришёл, я не знал об этом Сухаруков не обижался? Насколько я понимаю, первая переозвучка была, он даже был не в курсе Да, Лёша был не очень вежлив Да, Сухаруков, наверное, не знал Но потом, по-моему, он даже с этим согласился Не очень вежлив Вас когда-нибудь это напрягало? Напрягало иногда, когда… С одной стороны, я теперь понимаю, что мне это нравилось Что меня это заводило, и я гордилась тем, что я живу с хулиганом Потому что в этом тоже была энергия своя А напрягало иногда просто мне было… То есть он никогда не был невежлив И никогда не обижал людей, которые ниже него А вот которые там были выше его по рангу Я имею в виду по тому рангу, который существует в человечестве Ну, общественном, да В общественном мнении, потому что так для меня он самый высокий Все остальные там где-то То это иногда портило дальнейшее… Когда я понимала, что это может испортить дальнейшая жизнь Не только ему и мне На это плевать А людям, которые нам очень близки Например, тому же Сильянову проблемы создаются Вот тогда я напрягалась, но в то же время все равно гордилась Опять он им вдарил Так вам и надо То есть это такой рок-н-ролл, как он есть, да? Ага Я как-то формулировал для себя несколько самых желанных журналистских ситуаций, в которых я хотел бы оказаться И одна из них была как-нибудь тихонечко, в углу или невидимкой Пристроиться в момент переговоров продюсеров телеканала HBO и режиссера Саргентина, когда он снимал сериал «Молодой папа» Потому что это пример того, как артхаусный режиссер, режиссер, который снимает не для всех Приходит снимать картину, которую будут смотреть миллионы людей на главном сериальном канале «Планеты» И в итоге, не изменяя себе, он делает реально массовый прекрасный продукт И я не верю, что это возможно без того, чтобы продюсеры его от чего-то отговаривали, переубеждали, просили, направляли Делали это максимально деликатно, и мне почему-то всегда казалось, что это очень-очень интересно посмотреть Что это за тонкие диалоги и как это происходит Бывали ли у вас такие диалоги, как у продюсера, с большим и очень необычным художником Балабановым? У Лёса всегда были идеи, и они были разные, он был очень свободным внутренним человеком Собственно, и он сделал в том числе и самые зрительские фильмы своего времени, ну и в ком-то смысле не только своего, да? Какой-то не было в этом нужды Потом он, ну, всё-таки я понимал же, ну как, не то, что понимал, какие-то слова, трудно очень, а… Лёша Балабанов вот сидит передо мной, режиссёр от Бога, кинематографист от Бога Вот зачем? Мне надо только, ну как бы вот, чтобы он делал, ну чтобы он делал, что бы он не сделал, это будет, вот в деле, которому мы служим, это будет всё равно жемчужина Зачем мне, ну вот, да, я там сказать, как я уже приводил вам пример наших диалогов, что Лёша, тут жмёт чего-то, давай-то тут подрежем, да? А жмёт это? Это как угодно может быть, а он меня понимал, и я его понимал, в общем Ага Даже вот я только руку протягивал, он говорит, да, да, надо отрезать, да Ну то есть это же не так сложно на самом деле Мы разговаривали языком каких-то папуасов, чтобы не обижать папуасов Это бывает, это лучший язык для коммуникации Вообще вот коммуницировать практически без слов, это какое-то, наверное, высшее счастье Он видел же всю эту историю, картинку, он же снимал, он же снимал очень, он очень быстро монтировал Он очень, у него она уже склеена была в голове Был такой Рене Лер, классик французского кино, которому прижит выражение, которое, оно, конечно, не очень точное, но оно о чём-то говорит Кино готово, осталось его только снять Я с удивлением узнал, что твой папа очень любил футбол Да, был заядлым болельщиком, вообще, я сам играл в детстве всё время, кучу там фотки где-то даже есть И болел? Болел он, да За? За Манчестера Юнайтеля Блин, а это после поездки в Англию получилось? Да, вот тогда, когда он, он же был единственным, вообще, одним из единственных студентов, которых выпустили в Англию тогда на обучение, на практику И вот он сходил там, я не знаю, какой-то год был, какой-то 80-х, вот он сходил в Манчестере на Манчестере Юнайтель Прямо на Олд Траффорд? На Олд Траффорд, по-моему, играл Манчестер Юнайтель Ливерпуль как раз И на него это произвело очень большое впечатление, поэтому с детства я смотрел с ним футбол, да, лет с трёх И это реально прям была история даже в нулевые, в десятые года, то есть вы смотрели по выходным матчам? Да, да, да Манчестер, Болтон вы могли зацепить? Да, да, вот Криштиан Роналдо молодой, когда он только начинал там Был любимый игрок у него в истории футболе? Ему очень нравился Вейн Руни Уже когда… ну это когда я помню, ему нравилось когда вот он… Я помню даже матч, когда Вейн Руни первый раз перешел из Эвертона в Манчестер И папа тогда сказал, вот смотри, какой молодой талант, типа вот он заиграет И вот Руни какую карьеру сделал Рассказывал ли вам Балабанов о поездке в Англию? Когда он учился в… был переводчиком Он учился и их на целый семестр увезли в Англию, кажется, в 80-м году Молодой русский человек в Англии в то время – это же невероятный прорыв Что он вам рассказывал о той поездке? Ну, во-первых, с той поездки он привез офигительные пластинки Пластинки, которые во многом потом сформировали… Ну, если мы начинали там, как и все, с Криднс То есть вроде как там Битлз, Диппепл, Ладзеппелин, да, такой набор Он привез шикарные пластинки Он привез Виену, альтравоксовскую пластинку Он привез Полицию, Зиньята, Мандата И привез оттуда Дженисис, Лэмп Лайсдаун, Бродвид И, конечно же, группа, которая стала моей любимой всей той, скажем, пластинкой Это Стройк Ац Умбэнги Стомп Почему я об этом так достаточно подробно рассказал? Потому что когда в фильме «Жмурки» Мне больше всего в фильме «Жмурки» понравился проезд по-горькому Когда гоняли машины по-горькому И все вот эти пластинки, которые как раз и были сняты в этом фильме «Жмурки» Смотри, Саймон, сколько здесь винила Вау! Зырь! Смотри! Елу первый! Видал? Смотри! Сестра Кэтс! О! Спарксы! Слушай, у него серьезная коллекция! А здесь фото много? Да Я прям понимаю, что здесь много Вот это, например, красота из «Про родов и людей» Да, это кадры самые известные, где она их порит Ты понимаешь этот фильм? Да Отлично Как ты его понимаешь? Это кино про… Собственно название отображает весь сюжет фильма Что уроды — это не только те, кто выглядят некрасиво или как-то странно Но еще и самые обычные люди тоже бывают уродами Балабанов гордился фильмом «Брат 2»? Или его наоборот смущала популярность? Такая популярность? Ну он любил сказать и про «Брат», и про «Брат 2» Это ерунда В общем, как хотите, так и относитесь к этим репликам Он бесспорно любил про уродов и людей Если вот так Вот эту картину он любил всегда У вас есть любимый фильм Алексея Балабанова? Наверное, это про уродов и людей Уходить что? Ну ты чего? А деньги? Потом деньги, потом Потом Почему? Он пришелся на то время, когда мы очень любили друг друга И любовь была Она была любовью и внутренней, душевной, сердечной и сексуальной И все вместе это срослось И дало вот эту вот картину Потому что мы увлекались всем Вообще всем Потому что я считаю, что Господь нас одарил Таким благом, что мы можем любить друг друга Просто вот находясь на разных континентах И в одной постели И это так здорово И вот тогда это было Потому что мы поехали с ним в Гамбург Нашли там музей эротический И очень долго там провели времени Это во-первых смешно Это в принципе Постель это еще и большое чувство юмора Это вот не машины Это все вместе И это все вместе происходило именно тогда Это было такое время Мы гуляли с ним Ходили по этому музею Смеялись Я очень легко отношусь ко всем Вещам, которые подарены человеку О которых тоже не принято говорить Я очень против наших сегодняшних законов Что шесть плюсы нельзя показать Девушку голую красивую на экране Точно так же, как нельзя курить на экране Я вообще-то не курю, и Леша не курил Но показывать это глупо Он будет, ребенок будет в подворотне Смотреть порнуху и курить А тут, ну это можно же снять красиво и здорово А тогда это было в общем можно И в голове у меня можно Мне родители никогда ничего не запрещали вообще Поэтому я думаю, что я была очень свободным человеком Я делала всегда, что хотела И мне никогда ничего не запрещали И поэтому вот эта свобода внутренняя Свобода любви, свобода отношений Плюс его знания Книжек, музыки Вот все это вместе Плюс любовь к фотографии Начала века и конца 19-го Сложилась вот в этот фильм Стилистический фильм, ну действительно Близок к идеальным или идеальный Но вас не крайне смущало, что люди такое Не поймут Ну большинство людей Не поймут, что это Да, и Инна Чурикова мне сказала, что ее рвало Я так обрадовалась Бо проняло, значит Реакция может быть совершенно разная Но она есть, и это здорово Когда человек подходил к Леше и говорил Я тебя ненавижу на улице То это тоже здорово Он вызывал эмоции Он поднимал внутренние чувства человека Потому что когда человек мертв, ему все равно Таких сейчас много очень Это плохо Как вы могли бы описать Одним, двумя, тремя предложениями О чем фильм про уродов и людей? О том, что Старое – хорошее, очень слабое А новое – сильное И не всегда хорошее, а может быть всегда плохое Как я отнесся? Я отнесся с большим интересом Но при этом у вас не было вопросов, Леша Это фильм про первых производителей порнографии в России Люди вообще не поймут Ну кто-то же должен про это сделать Почему? Мы не делаем фильмов про… Но Леша не делал про производителей Про порнографии, про бандитов Или про летчиков, не знаю Все фильмы делаются про людей Это некий антураж Некая провокативность в этом есть, конечно Там же есть тема кинематографа И это всегда нас волновало И Леша всегда волновало У него кино, поезда У него было несколько таких мотивов Которые проходили через все практически его картины Через многие Синематограф может стать настоящим искусством Тем самым искусством, доступным народу О котором вы говорите Ни живопись, ни литература, ни фотография А именно синематограф откроет истину простым людям Первый порнографический фильм был снят По-моему, в год создания кино Вот когда оно появилось Тут же, в этом же году появился Это тоже какие-то истоки кино Все логично, да? И это его зацепило Вот эта сама фотография Сама эта культура изображения Сама эта там, если угодно Сепия, неважно, ЧБ Вот это вот Для всех, кто работает с изображением И не только, конечно Это само по себе волнует Вот эти адагеротипы Керотипы Это середина 19 века Какой-нибудь 1845 год На это все смотришь Какая-нибудь дама или собака Не знаю, нас это чрезвычайно волнует Эти артефакты Они возбуждают и побуждают мысль Бежать куда-то Как в какую-то историю Складываться И вот получается кино в результате Чем ты занимаешься сейчас? Я учусь на художника кино На пятом курсе В мастерской Владимира Светозарова Художник не по костюмам, а именно кино Именно, да То есть тот, кто строит декорации И все остальное В русском кино Или, может быть, в кино твоего отца Есть пример самых невероятных Самая невероятная работа художника? Скорее всего, это Пара уродов и людей Вот о чем тоже я сразу вспомнил Что там весь фильм снимался в белые ночи Это была как придумка как художественная Так и режиссерская Потому что там нет ни одного человека Нет людей, которые там не должны быть Все это потому что снималось Намеренно Ночью Или так получилось? Нет, конечно, это идея папина Там была вот эта льдина, на которой Маковецкий плывет В конце Она была сделана Моей профессией Грубо говоря А вот эта знаменитая лодка с пароходом Это же тоже твоя профессия А ее выкупили Ее купили, нашли настоящую Сейчас же уже, наверное, вряд ли бы нашли Настоящую бы делали Это дым бы туда кидали специальные Какие-то дымовые шашки А там она была настоящая Реальный дымоход Это же его фраза Люди, которые живут для денег Неправильные люди Как в отношении денег Происходила его жизнь Он вообще интересовался Сколько он зарабатывает Ему ли эти деньги приходили Или вы распоряжались бюджетом То есть такое ощущение, что Балабанов Платил за что-то Раз в неделю В лучшем случае А остальное он просто был Вне этих расходов Вне потоков Нет, он так говорил Вот зажаловался Сирьяну Звонил и говорил «Слушай, Сережа, у меня 30 рублей в кармане Она мне все деньги забрала» Но вообще А ему они не нужны были Он… Нет, он ходил в магазин Он очень любил покупать правильные продукты И вдруг В какой-то момент Я помню один раз Мы с ним заходили В магазин Купили ему куртку Так И он даже сам сходил в кассу Он плохо понимал, сколько она стоит Ага И если ему надо было Вот Родители его заболели А живя в другом городе И он сказал, они старенькие стали Болеют И в общем надо забирать Но мы не поместимся в нашей квартире Поэтому надо купить большую Вот это был Как-то вот Я помню, что это был разговор о деньгах И он говорит, надо позвонить Сереже И сказать, что Надо купить большую квартиру Вот мы ее купили Чтобы перевезти родителей А потом и мои родители уже Подвалили сюда В общем все жили Восемь комнат пригодились И это правда, что он никогда не спрашивал Сильянова Сколько он получит за картину? По-моему ему такое в голову не могло прийти Вообще Ну а хорошо А на что и как вы жили? То есть из чего складывается зарплата режиссера сейчас Например? Он понимает, что за фильм В производстве которого он участвует Например год или полтора Он получит большую сумму денег Которую можно разделить Либо на 12, либо на 18 И получится такая хорошая ежемесячная зарплата У кого-то огромная, у кого-то неогромная Какие-то деньги, которые можно распланировать Ближайшие полтора года А как у вас это происходило? Вообще мы жили как бы Сильянов за все платил Мы не отдыхали на островах Мы ездили путешествовать Но во всяком случае Леша не любил за границу Леша любил Россию А Россию любил на машине ехать зимой По страшным этим дорогам кошмарным И поэтому это уже копейки Я работала уже все время И моей зарплаты хватало на все вот эти вот У нас никто не избалован У нас нет избалованных детей У нас нет избалованных родителей В общем, все большие, как бы вот такие траты большие Производил все равно Сильянов И это было их правило Когда они были молодые и были никто Они решили сделать свою фирму Все деньги, которые ею заработаны Вкладывать в следующие проекты Поэтому они Первое, что сделали Они Купили себе жилища, которые нормальные Обыкновенная Большая квартира Одного, что второго Ну было бы, чтобы где бы жить А дальше все деньги Они вкладывали в кино На котором были помешаны Все остальное их вообще не волновало А обоих У вас вообще хоть когда-то был разговор про деньги С Балабановым Хоть каким-то образом они интересовали его Или это был разговор в духе? Нет Никогда Абсолютно никогда Ну может быть вы, как все-таки продюсер говорили Леш, надо купить там, может быть, новое жилье Или Ну такие какие-то были разговоры То с Надей, то с Леш Я сам уже такого какого-то значения Этому, да, как появлялась возможность Да, какие-то вот Ну мы решаем Ну как Даже я не скажу, что мы эти решали По мере возможностей Все это мы, да, делали Он не, а он на суде американском Когда мы судили этого Придурка, этого артиста Майкла Бина Судья Да Там, ну так Интересный был опыт Судья его спрашивает За этот какой-то набор вопросов Здесь сколько вы Получили за эту картину Или подписан договор Картина-то не состоялась На какую сумму Бывает это просто дежурный Балабанова или дежурный Балабанова Ага Спрашивает судья американский Леша поднимает голову Дерут Говорит, нисколько Он Ему было очень важно Чтобы денег не было Вот Он очень гордился Ему было важно Чтобы музыканты Которых он знает, конечно Друзья Давали ему песни Бесплатно Не потому что Да, денег всегда было мало Ну, долгое время У нас не было никаких возможностей Но ему было это важно Даже не поэтому Он не любил деньги Вот они Казались ему В этой В мире В этой конструкции Каким-то Неправильным Каким-то Механизмом Инструментом Веществом Ни одного вопроса Мне про деньги А вот сколько Или когда Мне Это же Вообще Этого не было Мы же из другого немножко Я Что Мы должны сделать фильм Вот что главное Для этого нужно будет есть Доширак три месяца И больше ничего Будем есть все Вместе Доширак Какие фильмы с отцом вы смотрели? Ой Мы смотрели В детстве Мы смотрели Боевики Крутые Типа Ну все самые вот эти Стивен Сигал Жан-Клод Ван Дамм Джеки Чан Фильм «Разборка в Бронксе» Я смотрел ее миллион раз с папой А Папа как к этому относился Слишком массовое кино? Ну да Ну ему нравилось Сесть Включить телек И именно посмотреть там Пожарить семечек С солью Поесть их Посмотреть фильм Был фильм смешной такой Я не помню честно говоря Как он называется Газонокосильщик Из будущего Или как-то так Что-то про газонокосильщика Который ему Перевели в киберпространство Вот это был наш любимый фильм Один из любимых фильмов Балабанов такое смотрел Конечно Конечно Еще Ну конечно Нет Он мне показал Коинов Он мне познакомил с Коинами С классикой все-таки А как ты думаешь Зачем он смотрел? Просто расслабить мозг Ну это такое, да Кино Которое можно посмотреть За едой Там Посмеяться Пообсуждать Как он там всех Замочил Или там что-то такое В этом плане Но потом он мне показывал Конечно Тарковского И Это было тяжело для меня Очень Я очень плохо это переносил Вообще жалею Что плохо переносил Потому что сейчас пересмотрел И понял что Что это за вино И что нужно было тогда его Понять Алеша Очень любил Вообще Людей Он видел Людей Которые страдают И Мимо никогда не проходил Домой приволокивал Это были Пьяницы Бомжи Бомжи Ну в общем Тот мир Достоевского Который Нуждался в его помощи Как он считал Иногда мне это радовало Иногда восхищалось Иногда конечно я раздражалась Потому что Ну нельзя Я уже уставала быть До такой степени Совестливой Что надо всех Обогреться Держать и так далее И тому подобное Но он меня научил Вот этому Видимо это все таки В душе русской женщины В сердце русской женщины Есть это Любовь К Алкоголику Который лежит в сугробе Там Ну я не могу Пройти мимо Я вижу что человек Замерзнет Позвоню там Петьке Федьке Говорю давайте его куда-нибудь В подъезд хотя бы отнесем Или еще что-нибудь То есть Я не могу Я по-другому отношусь К пьянству И Приводил домой Кормил Выпивал с ними И показывал свои фильмы Он говорил Зазя Меня Зазей звал Это уменьшительно От зайчика Он же не может пойти в кино И он не видел фильм «Война» Я говорю А почему ты ему показываешь Фильм «Война» в спальне? Он говорит Ну я же ему табуретку принес Я же не на кровати Его пустил нашу Ну вот Такие бывали случаи часто Иногда по одному Иногда не по одному Приходили Как реагировали на войну? Хорошо Особенно хорошо реагировали на Колбасу Которая Под войну хорошо шла У нас здесь и был персонаж Я даже потом сходила Узнала Он к сожалению умер Около нашего магазина Стоял человек Очень высокий У него было прозвище Жора Миллиметр Он стоял в кожаном плаще И в коротких штанах А ноги у него все были в язвах И разодраны Иногда он очень добрый был Он помогал в этом магазине Носить ящики И они за это его кормили Больной был человек И однажды я прихожу домой Чувствую Чувствую, что кто-то умер В квартире Причем давно Пахнет очень А я пришла С рынка Принесла продуктов в кучу Вывалила их на кухню Пошла искать Что протухло Не нашла Решила зайти в спальню все-таки А там две двери и не слышно Что там происходит Захожу, а там сидит Жора Этот Миллиметр Я еще не знала тогда, что его Жора зовут И Леша говорит Привел, ходил в магазин А там Жора стоит И кто-то с ним не так Его не пустил То ли в магазин, то ли еще что-то Кто-то ему сказал Плохое Отойди Ну, в общем, грубое что-то Около магазина И Леша сказал, что У Леши была идея, что любой бомж Это лучше, чем человек в Кремле Поэтому этого бомжа Жору Он тут же повел домой Потому что ему казалось, что Жора очень обижен Жор-то привык, что его гоняют Но Леша его привел домой А Жор, наверное, мылся последний раз В 1800 каком-то году Поэтому запах и был по квартире Такой, хоть он и с двумя дверями сидел И Леша как раз А я уже второй раз с рынка пришла А то, что первое принесла Уже лежало вот тут вот на газетке Леша любил все расстелить красиво Только все на газетке Телевизор С фильмом Жора миллиметр Расчесанные ноги А рыба мясо Леша в счастье Я закрыла дверь Думаю, блин, мама Когда же это закончится? Ну, как нормальная жена отреагировала Алешка обиделся И они ушли Пока я в кухне была Дальше я его искала сутки Я стала обходить дворы Гуляла всю ночь, искала А рано утром Почему-то Я пошла к метро И увидела Лешу сидящего На подоконнике В задумчивости Трезвого причем Я говорю, ну что, наконец-то я тебя нашла Он говорит, ой, как хорошо, что ты пришла Так устал, пойдем домой Я говорю, а Жора-то где твой? Он говорит, он давно меня бросил Он пошел по каким-то своим делам Какие дела у Жоры в 6 утра? Не знаю Слушайте, ну это ребенок Да, он меня звал мамой А как этот ребенок мог организовывать производство? Это был такой организатор Его слушались все Он знал, что у него происходит на площадке И просто до миллиметра Потому что он Знал точно, что должно произойти в следующий момент И все по струнке ходили Все его обожали И он, ребенок был Ну вот в таких случаях Когда дело касалось кино и дела Более ответственного человека Себе трудно представить Так подготовленным быть режиссером Приезжающим на площадку Я больше ни одного режиссера так не видела Все сомневались Все думали, все ходили Оператор не знал Как вот это, что вот это С чего мы начинаем Кто, чего Это был такой мозг Он снимал очень быстро Мы ни разу не Ушли из графика Мы заканчивали за два часа До окончания смены Угу Он точно знал Он брал первый дубль Второй, третий В крайнем случае третий Снимал на всякий случай Вдруг что-то с пленкой Потому что он говорил Что артисты Энергию правильную Вкладывают только в первый дубль И второй снимал по просьбе либо артиста У которого профиль этот лучше А либо вот на всякий случай Оператор просил Надежда Васильева рассказывала, что при знакомстве Балабанов заставил прочитать ее всего «Кавку» Вас он заставлял, призывал что-нибудь читать или смотреть? «Кавку» все равно любой человек рано или поздно прочитает Он мне рекомендовал прочитать На чем мы с ним зарубились Мне кажется, в чем некий подход Вот Балабанов – это, конечно, о мышах и людях Вот Было две вещи, которые он узнал практически наизусть Цитировал Это «Кеннери Роу» «Консервный ряд» И о мышах и людях Он меня заставил его прочитать По многому, мне кажется, для понимания Лехи как творца Они важны У вас есть любимый фильм Алексея Балабанова? Конечно, я не могу на него ответить Я даже не знаю, как минимум пять А где пять там и… Мне очень трудно между ними Это «Груз 200» «Брат», «Пару родов и людей», «Кочегар» Я не буду называть последний фильм Я тоже хочу, потому что он совсем особо каким-то образом стоит Не в том смысле, что он самый любимый или нелюбимый А просто потому, что он последний И дальше может быть «Брат 2» или «Жмурки» «Груз 200» Ну, вы хотите сказать, что вы тоже не были шокированы, когда Балабанов принял с вам сценарий? Только в наше захолустье за это время 26 гробов пришло, Артём 26 «Груз 200» называется А по всей стране что делается? Вы же смелый человек так, судя по… А что там может шокировать? Это некая… Подождите, я по-другому, я проще отвечу Здесь выдающийся режиссёр Вот выдающийся режиссёр Этого достаточно Вот делать фильм «Пару родов и людей» с хорошим режиссёром Я бы не стал Там до обрыва полшага Это может образоваться легко вампука Пошлая какая-то гнусная дрянь Точно так же и в «Грузе 200» А с Балабановым Это же, ну как, счастье для продюсера Вообще встретить режиссёра, который… Режиссёр со всех больших букв Уж тем более, что да, это… Да, Советский Союз Это очень Точный и сильный образ Вот этого Союза Я пришла на студию СТВ В Москве В офис Был такой кабинет Такой довольно мрачный Я зашла, села Меня Тата Лелик провела Вот, садись, жди И ходит человек Очень… Очень грустный, очень средоточенный Очень такой даже мрачный Он… Как-то… Выяснилось потом, что он ехал в поезде Ночью, видимо И плохо спал И такой очень весь сел Посмотрел Своими такими глазами острыми на меня И стал очень тихо Спокойно Даже практически про себя рассказывать Про фильм Но я хочу снять кино Ты понимаешь И очень своим этим Простым таким языком И все Я увидела этот взгляд И поняла, что это мой человек Такое бывает Несколько раз в жизни Если повезет Я это точно знаю Потому что у меня потом еще один раз Это было Ну один только за сколько? 15 лет И я сразу поняла Я как бы… Он меня поглотил То есть не потому, что я крутая какая-то А это попадает Есть люди, которые попадают энергетически Есть темы, которые попадают в тебя И ты прям подключаешься И я как кролик на удава на него А он так тихо-тихо Прямо как будто бы не хочет рассказывать А ты… Что он говорит? Такой человек Была первая встреча У нас сразу были пробы Это был некий этюд Такой сложный психологически Нужно было плакать И… Не знаю Выполнять некие экстремальные Может быть вещи От которых отказывались потом Однокурсницы мои Ну так я слышала Кто-то… Даже на пробах отказывались? Да Мне так понравилось Я сказала Наконец-то Написал Это вещь большая Мне понравилось Я читала и как триллер И как детектив И как… Я была так рада Поэтому я не поняла Когда мне говорили Что это такой ужас Он совсем сошёл с ума И стали отказываться артисты Вот этого я тоже не поняла Мента должен был сыграть Миронов Да Отказался Маковецкий должен был сыграть Профессора Профессора, да Тоже отказался А был как… Ещё должен был быть Кирюша Пирогов Ага Под него писалось тоже А и кого он должен был Тоже профессора А Либо тот, либо другой Отчаяние приходило какое-то Когда уже на кастинге Не хотят Не идёт Это было не отчаяние Какая-то растерянность такая Чего отказались? Говорит, не понимаю Там никто не увидел идеи Что этот профессор Так же как и бездомный В «Мастере Маргарите» От неверующего человека Переходит в другую Через стерни К звёздам называется По-моему, это очевидно Это очевидно Там финальная сцена Отлично Только эту финальную сцену Как расценили критики? Как? Но они не поверили Что это правда Что профессор Что этот Комуня Я даже не знаю Что этот человек Лёня Его зовут Артиста Прекрасного Пришёл в церковь Потому что Он поверил в Бога А думал Говорили Я читала статьи Это Лёша ничего не читала Я читала Что это Точно так же Его даже Лёшу захвалили за это Что все Люди из Кремля Вдруг стали ходить в церковь И это С этой точки зрения Постановка вопроса Она не была Он Лёша об этом не думал Лёша именно Говорил о том Что человек Увидя что произошло Понял, что Существует что-то другое И надо пойти И Изучить это Изучить это Тот кипиш, который начался После этого Он вас Пугал? Напрягал? Или наоборот Заводил? Вы понимаете, что сделали Что-то крутое и значительное? Я очень гордилась Лёшей Что он Сделал такое Которое не способен сделать Ни один Режиссёр в нашей стране Благодарна ему была За то, что он Еще раз Мне доказал Что Круче него Нет никого Вообще Я радовалась, что Такой кипиш Это же правда То, что Фильм Даже на каком-то Низовом уровне Не хотели Показывать в России Потом Под низовым Я имею ввиду историю Про кассирж Да Это Это было Да Умилительно Для начала Мне эту историю рассказал Мой племянник С сорока Пяти годов Примерно Здоровый Мужик Говорит Мне билеты не продали Я говорю В смысле Ну вот Я пошел Она мне говорит А я вам билеты не продам Это даже Ни подростку Ни Ни молодому человеку Я вам на этот фильм Билеты не продам Говорит Я там поскандалил Ну ушел Ни с чем Куда идти А то он мне позвонил Типа где В какой кинотеатр пойти Потому что в этом Мне билеты Это была Москва или другой Это Москва Да И потом эти посыпались Сообщения со всех сторон Либо Я вам Очень не рекомендую Посещать Кинофильм Говорили кассирши Либо просто Вот отказываюсь Продавать билеты Я даже позвонил Не за денег Понятно А просто Меня это развеселило Я звонил паре Владельцев сетей Говорю Там Тебя денег лишают Билеты не продают Такое Да Было дело Ты Урка, которая тебя насилует И труп жениха Его, кстати, сыграл мой однокурсник Костя Балакирев Это упрощало Я хоть знала Костя Как ты там У него там у бедного Восемь часов Грима пластического Так что непонятно Кому еще было тяжелей Мне было нормально Может быть я сумасшедшая Мне не казалось это сложным У меня были другие сложные моменты Там Например, когда привезли Две коробки настоящих мух Потому что нужно было Еще помазать меня Все этой приманкой Вонючей Чтобы мухи на меня садились И там же сцена Когда У маньяка Мать говорит Мухи у нас И там реальные мухи летали Целыми Кучами Прям дохли Они были какие-то все толстые Какие-то Кое-как они ползали И дохли Прям на мне Насколько я слышал Это же был ноябрь, кажется Их будить приходилось Чуть ли не вентилятором Да, вентилятором Феном их будили Но не ноябрь Это был октябрь Ну когда они спят уже Да, это уже был финал съемок Вот эти сцены Проходили в финале Но я хочу сказать Что Алексей Октябриныч Очень бережет актеров Он ждал Когда я настроюсь Вся группа ждала Когда я посижу тихо Ко мне никто не приставал Он В очень требовательной группе Он может кричать Командовать Он очень жесткий режиссер У него этот характер Ну так вот Как бы в жизни он Закрыт Он человек такой сдержанный А у нас с площадки Он может очень волевой Покомандовать оператором Спорить на кого-то там это Чтобы актриса подготовилась Он очень заботливый Ну по крайней мере Так было со мной И он подходил Ну вот так, извини Вот в этот день Так много сцен сложных Тебе было тяжело Но он не хвалил меня никогда Во время съемок Никогда Потом только на Кинотавре сказал Что я хорошо сыграла И сказал А ты знаешь Что ты сыграл Россию Он так сказал Потом уже А ты не понимала это Когда играл Я же артистка 20 лет О чем этот фильм? Как ты его интерпретируешь? О том, что есть некая Такая земля обетованная Которую Господь Бог Поцеловал Прям И благословил Великая земля Которая Попала В черную Мерзкую Столетнюю дыру Понимаешь? И причем Она как бы Выбраться Пытается Но у него все время Повторяется Как сказать Хочется нажать Делит Но тебя прокручивает Ты повторяешь Повторяешь историю Каждые пять лет Вот в чем ужас Что Советский Союз Как бы Он неистребим Советский Союз В самом худшем Мерзком понятии Вот этих всех Человеческих Не знаю Экскрементов Вот этих моральных Всего вот этого Системы Которая Убивает душу И вообще человека Вот об этом фильме Я не знаю Он для меня так Я восприняла этот фильм Что он сделан С такой любовью И болью К стране Можно снять Любую гадость Можно снять Все Вот 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 все такое Все что там снято С другой Точки С точки Неприятия Презрения И Унижения Страны А он снял с любовью С любовью? Да Ко всем своим персонажам И к той К тому материалу К тому времени Он любил это время Это было Время его молодости И как Что бы там плохого не было Как бы нас не унижали Как бы там не происходило Все вот это Вот Все эти истории Но они Но они были Связаны С Его Любовью К Этой Несчастной Стране Она действительно несчастная Ну такая есть Но эту девочку Которая Поперлась Непонятно куда Непонятно зачем Понятно У всех такие Дочки могут быть И она неправильно И это И за это Ей досталось Я ее И так люблю Эту девку Снимай Дяденька Я девственница еще На закрытом показе После «Груза 200» Он рассказывал Что он знал девушку Которую Изнасиловали Бутылкой И это была его девушка Он вам рассказывал Что-нибудь об этом? Он рассказывал Что была его девушка Потом они расстались А потом он узнал Эту историю Она ему рассказала Это в «Якате» было? Да Когда вышел «Груз 200» Как отреагировали Твои родители Когда смотрели? У меня родители Вот папа с детства У меня с десяти лет Показывал фильмы Тарковского Все Поэтому мой папа Он фанат И он меня хвалил И они не показывали Может быть Вряд ли они были в шоке Папа был рад Он был счастлив Он вообще Меня обожает И говорит все, что я делаю Это круто Мне с родителями повезло А папа хотел, чтобы я стала актрисой Вы повезли в фильме на «Кинотавр» Ты была там? Да Как это было? Все же офигели Я еще была первый раз на «Кинотавре» И я думала, что там всегда такая движуха Что все с камерами за тобой бегают Там за мной бегали НТВ Дайте нам там в одну желтую газету вторую Я поняла, что там что-то не то И как бы от них это Приглашали меня в 28 программ про маньяков Где реальти-шоу Маньяк Трех баб изнасиловал в подвале И вот они все вышли и рассказывали свою историю Приходите, Агния, вы тоже поделитесь Я говорю, прости Я сыграла роль Я не по этой теме И это было десятки раз Когда НТВ еще был такой Жесткий канал Жесткий канал, да Там у них были реальти-шоу про маньяков Они любили очень все это Ну там бегали, там эти критики разделились Там были какие-то скандалы На пресс-конференции ко мне подошел кинокритик И подарил мне две розочки Да Почему две? Ну вот как-то вот он Оплакивал мою героиню, видимо В общем, это было весело Жесть Мне сказали, что ты никогда не будешь сниматься в кино После этой роли Тебя никто не возьмет, это треш Только снялась в таком Ты никогда не будешь сниматься в кино Типа из портала репутации? Да, да Да Это большая любовь Он же абсолютно патриот И когда его там, наверное, что-то как-то обвиняли Какие-то, может быть, люди некомпетентные Что, как можно такое, черно, какая черно Ну где-то, у меня одного крупного плана нет Где там порнуха? Там ни груди Ну ничего там нет Все снято Средние планы Никаких Никакой пошлист Никакой грязи Ничего Там Он создает невероятную атмосферу на площадке Не за счет кровищи Какой-то мерзости, да, визуальной А за счет вот этого нагнетания Эта атмосфера Когда музыка идет вразрез с картинкой Когда вот эти же проезды Не зная горе-горе-горе Когда они едут с ментом в наручниках Это же все Когда я посмотрела этот фильм На закрытом показе предпремьерного в Москве Я сидела вот так Ну как бы он закончился Был небольшой зал Там были критики Там приглашенные Так закрытые Или показы Я сидела В этом фильме Самая необычная Неожиданная Реакция Которая прилетала На этот фильм После выхода Вот я могу сказать Не столько Может быть неожиданную Сколько значительную Для нас с Лешей Ну для Леши Прежде всего Оценку Позвонил ему Андрей Смирнов Автор «Белорусского вокзала» Выдающийся режиссер И такой Настоящий человек Позвонил и сказал Мы не смогли А ты смог Вроде вот Они вот это вот Мы не могли А ты смог Мы пытались А ты смог Вот Такая была фраза А ты смог Давайте пронеснем Тему Балабанов И Ксенофобия Антисемитизм Тебя как звать-то? Гоффман Евреи что? Немец А А то евреев Как-то не очень В Китае живут Китайцы В Германии Немцы В Израиле Евреи В Африке Негры Почему в зоопарке? Чтоб тебя никто не узнал А чего же вы У Гренбурга-то не спросили? Я спросил Он отлично ответил Что Да, я еврей Ко мне он относился нормально Вот видите Это его лучший Любимый человек А откуда все это? И гнида Черножопая И я евреев Не очень И что это? Это просто Еще одна краска героев Или это все-таки Позиция Которая Есть у него? Нет Это позиция Людей Которые Населяют Нашу страну Очень Многих И как вы Помните Я евреев Как-то не очень Было в контексте Дальше Немец его спрашивает Че А че Они здесь сделали? Там Диалог Надо слушать И там не Позиция Лешина Там Позиция Человека Который Неуч Если бы Это просто Такой Парень Таких парней Много Их научили стрелять Они Не имеют Образования Папа На зоне Погиб Но при этом Ментом быть не хочет Он Выражал Мысли Очень многих Те Которые Не принято Произносить Вслух Но это не значит Что это были его Личные мысли Он просто Брал То что происходит Вокруг И вот это вот И он никогда не говорил Вы знаете Я евреев не люблю А вот мой Друг Лучший еврей Он этого не говорил Никогда Он этот вопрос Обсуждал На уровне Вот как Бодров обсуждает С немцем Что это Есть Это существует В мире Особенно у нас В глубинке Сережа Астахов Наш оператор Приехал Из глубинки Он вообще не знал Что евреи существуют Ну И что Это не Ксенофобия Это Констатация фактов Которые Которые есть В стране Про которые Не принято Говорить в обществе Но про которые Надо сказать Потому что он Алексей Балабанов Как Балабанов Относился К евреям? Ко мне Ко мне хорошо Вот Ну а в общем Он что-то там Вякал что Жиды Россию продали Где моя доля Так А откуда Я не понимаю Эта штука Про эти разговоры Этот бытовой антисемитизм У образованного человека С лучшим другом Евреем С лучшим другом Евреем Откуда? Не знаю Так это Как бы сказать Есть же целый Такой слой Ну тоже Бытовых разговоров Да Который Сильно подкреплен Ну Некой формализации Там Все руководители Там Все богачи Может попал Там поговорить Я не знаю В наших отношениях И в самых последних отношениях Это Никак не всплывало Вообще Никак Когда вас видели В фильмах Это Ну просто есть В фильмах Все вот эти истории Про гниду черножопу И о евреях Как-то не очень Вы о чем думали? Что это Слова героя? Или слова автора? Потому что Не обязательно же Все что говорит Герой картины Это то что думает Режиссер Кто ее придумал Ну для этого Надо быть как минимум Умным человеком Надо И как-то Абстрагироваться Режиссера Нет Я Понимал Что Это сказано Ситуационно И что Леха мог бы Это так же и сказать Ну Мы спокойно Рассказывали друг другу Там Там Анекдоты Про Моржей И что там Мордова Жидовская Морда Сколько Пускай капризен Успех Он Выбирает Из тех Кто Может Кто Первый Посмеяться Над собой Вполне Нормально И У меня есть друзья Татарин Я С удовольствием Рассказываю Анекдоты Что там В Казани Татары Трамваи водят Они у меня друзья Близкие друзья За которых я Ситуационно Могу Даже не задуматься Что это угрожает жизни То есть Это В природе любого человека То есть Он не был убеждённым Сформированным И не Как это называется Ни расистом Ни антисемитом Ни другими Что это? То есть это элемент Внутренней свободы Элемент Что Гипертрофированная Ирония Черный юмор Есть такой Я всё забываю Кто написал Как я Собаку съел Гришковец Гришковец У него всё очень хорошая штука Одновременно Всё происходит Одновременно Я понимаю Что Один из моих любимых музыкантов Словно Луи Армстрон Да Ничего не пошутить Когда у нас негр сидит Чего Вы негров-то пускаете? Ну просто Чтобы посмотреть Как Митродотель Говорит А чё такое? Только для белых же Ресторан написан И он Ну да Не значит Что я какой-то там Жуткий расист Чёрт не пошутить В жизни Немного смысла В основе Увы печаль Может он так веселился Не знаю Для вас Данила Багров Отрицательный Или положительный персонаж? Музыка тваша Американская Говно Да и сами Скоро всей вашей Америки Гирдык Данила Багров Для всех Положительный персонаж Кроме Социально Так скажем Или Идеологически Ангажированных Людей Положительный Не в том смысле Что он хороший Почему вообще Полюбили? У меня такое Объяснение Мне кажется оно точным Потому что это Про достоинство Которого нашему народу Не хватает Народ Сильно Это Огромный дефицит Народ Был И в существенной степени Остается мусором Крепостное право Советская власть И сегодня тоже Нельзя сказать Все эти вот мусорные сварки Свалки Какая-то Какая-то в этом Какая-то в этом Есть неприятная Тоже неприятный образ Неприятная Какая-то Отсылка К этой Волоколампу Волоколампу Да Образ Что называется Тоже Ведь Это же везде Вот И самое Мы тоже Мы же сами Тоже Мы Как бы так К себе относимся Мы К самоистреблению Очень склонны И Как-то даже Не считаем Что так и должно быть Русские Не держатся Как-то за Жизнь Не держатся За эту землю Не хотят Бытовую культуру Какую-то там Налаживать Обустраивать Свое В общем Потому что Он даёт Любовь Кто даже не осознаёт Не хочет Это принимать Потому что Видишь ли он там Нехорош Здесь На самом деле На самом деле На самом деле Я думаю Как бы чувствует Что Без таких людей Земля наша Не полна И она совсем погибнет Если не будет Таких Парней Когда Вы снимали Фильм Река Случилась Трагедия Которая Съёмки этого фильма Оборвала Расскажите Как это Произошло Я очень часто Об этом думаю Что могло бы Произойти Если бы не было Каких-то эмоций Которые Произошли В тот день Я вообще Неправильная мамаша Я Ребёнка Забирала Всегда с собой На съёмки Даже когда он учился В школе И я думаю Что я права Потому что Получилось сейчас Что он очень много Проводил времени с отцом Тогда мы его тоже Взяли с собой Пять лет было И он засопливил И это была съёмка С каскадёрами И взяли актрису с собой Только чтобы она Посмотрела Как она будет бежать Это Не актёрская Сцена была И мне в общем Не надо было ехать Одевать её Но мы с ним Попёрлись И вот всё вот Дальше Это всё время Было какое-то стечение обстоятельств Что Никогда В другой день Ничего Другое Вот такого Не могло произойти Мы поехали на съёмках Когда Нас там не должно было быть Мы приехали туда И Актриса захотела Поехать Быстрее Посмотреть сериал И поэтому Она поехала Не на Общей машине А села В нашу И когда Мы на серпантине Ледяном Нам выскочила Машина Навстречу То он По инерции Нажал на тормоза И нас развернуло И выкинуло В пропасть Ну там не очень высоко было Высоко Семь метров И там были камни Вы травму получили? Да А что именно? У меня не было скальпа Скальпа? Ну он был снят То есть содрало кожу на черепе? И на лице тоже И Как решался этот вопрос? Ну хорошо, что Нас нашли Потому что там не было Телефонной связи И мы были внизу А Леша с Сережей Поползли наверх Потому что Два человека И актриса И любимая Второй режиссер Марина А Лешина Любимая женщина Девушка Они вылетели из машины Их было еще не найти Они полезли наверх Чтобы остановить кого-нибудь Чтобы Помочь Помочь И наши Ехали Ребята Сзади Светотехники Операторская группа И тогда А администрация вообще Вперед проехала Не заметила И они Спустились И нас всех Там Вынесли Я помню только что Это был такой шок Что Я поняла Что человек Который Наполовину На том свете находится Он не понимает Что он умирает Потому что Ему все равно становится Передо мной лежал Мой ребенок И я не знала Жив он или нет А мне было все равно Я не понимала Что произошло Я искала свой глаз Потому что Как мне казалось Что он выпал Было темно И у меня не было ботинка Я босиком Ходила по снегу И искала глаз Потом Леша позвала Говорю Давай поищем вместе Вдруг Можно вставить обратно А у меня просто были Переломы на лице Семь штук И Глаза закрылись Ну то есть Когда сломалось лицо То оно соединилось С бровями Насколько Я слышал Отец актрисы Которая погибла Чуть ли не сам предлагал Продолжайте снимать фильм У нас есть еще дочери Да Которая похожа на нее Рассматривался ли такой вариант Нет А Леша считал Что Туяра Была звездой По энергетике И Он действительно считал Что Если бы этот фильм был То Он наверняка бы Принес ей Всемирную известность Потому что Она действительно была Она была дикая Дикая актриса Которая Могла Могла Завести себя так Что потом ей После этого эпизода Было не остановиться И это Какие-то такие Вот их Якутские дела Я больше такой актрисы Не встречала Поэтому он считал Что это Не может быть Откуда такой интерес К Якутии? Якуты считают Что Леша якут Ну А это Север Леша всегда Был Он любил холод Во всем Он спал У нас было много одеял Открытый балкон И 30 градусов За окном Минус И он жил только Он сок У него стоял Уколо балкона И утром Должен был быть Ну такой Его надо было разбивать А Настолько? Да И все Что связано с холодом Со снегом Наш отпуск Если можно Мы могли себе позволить Любую отпуск Как вы понимаете В любое время Но Это был Январь какой-нибудь Ох И мы ехали На машине Один раз Эти Потеряли номера По дороге Потому что такие дороги До Великого Устюга доезжали По дороге гуляли По разным деревням По снегам Вот это был Отдых его И Я думаю Что Вот эти Тафалары Какие-то Вамирающие Северные народы Всегда его интересовали Ведь У него потом В очень Даже в фильмах Которые не Так случалось Не выходили На экран Я имею ввиду Что мы их Не доснимали Там появлялись Все равно Какие-то представители Северных народов Снега Льды И вот это вот Все его Как-то Грело ему душу Как он Переживал То, что случилось Страшно Потому что Он считал, что Это могло быть его лучшее кино Он Так любил этих людей Которые у него были в кадре Всех Ну Дядю Мишу Он Потом же Все время Вытаскивал Оттуда И Он жил у нас И Это был просто Член семьи Михаил Скребин Да Он потом сыграл в «Грузе 200» Суньку Да И в «Кочегаре» главную роль Да Это была такая привязанность Большая Алешина И Все Все герои «Пределы скорби» Так называлась Книжка Сирошевского Угу Были для него Они очень любили друг друга Через некоторое время после этого случилась вторая беда В Крамадонском ущелье Где вы находились и что делали, когда об этом узнали? Дома Мы проснулись И позвонила мама Марины Лепарти Которая спросила Не знаю ли я что-либо, потому что Марина ей не сказала, что она туда летит Марина ей сказала, что она едет в Москву И маме позвонили ее друзья И сказали, что там что-то произошло Когда позвонила Маринина мама И дальше позвонила я Сереже Сильянову Подошла его жена И я слышала Сережа, Сережа, это Надя звонит, значит они живы А Сережа говорит, Надя туда не поехала А я была художником по костюмам на этой картине Вы были художником на связном? Да А почему вы не поехали? А потому что я все подготовила И туда отправила свою ассистентку Которую я хотела сделать дальше художником Потому что она уже отработала со мной идиота И была очень высокого качества Уже таким художником Я говорю, вот знаешь, Сережка Это новая волна режиссуры Он будет звездой в режиссуре Он будет снимать и снимать И я думаю, что тебе надо становиться художником у него А я уже это С этим? Да Вот И послала ее А я здесь Москву подготовлю Потому что они туда ехали всего лишь на неделю И должны были приехать сюда И у нас должны были начаться съемки уже серьезные Такие здешние И надо было все подготовить Она погибла? Погибла Короче говоря, да В общем, я узнала И... То есть я сказала Сереже Он говорит Там произошло что-то Непонятно что Их... Они не выходят на связь И я Лешу разбудила Сказала ему Что там что-то случилось Там сошла лавина И Леша сказал Значит, их нет Единственный человек, который не верил Что они живы Это был Леша Он сказал Я знаю, что их нет Что жизнь у вас началась после этого? Очень странная Потому что Мы не спали вообще Мы все время с кем-то разговаривали И днем, и ночью Потому что Люди, которые ждали своих И верили Не могли спать И с ними надо было разговаривать Леша начал пить Причем по-страшному Потому что Мне сказали, чтобы я не вмешивалась И не трогала Что он должен Отпить свое Потому что Ему Иначе не прийти в себя У Леши У Леши началась Внутренняя трагедия Что это должен был быть Он на этом месте Потому что Сережа святой И очень хороший человек А Леша себя считал Плохим человеком Не знаю уж почему А Сережа не захотел Чтобы Лешка к нему приезжал Туда Лешка говорит Ну если ты снимаешься В кадре То давай я посижу За плейбэком Сережа Не хотел помощи Вообще никакой Он хотел самостоятельности И сказал Нет, ну ладно В Москве уж приедешь Так уж и быть Тебя чуть-чуть потерплю Но вообще Я сам справлюсь И Лешка Согласился А потом Клял себя Что Он должен был Все-таки не соглашаться И поехать туда Я говорила Ну у вас бы двоих не было Он говорит Ну хотя бы у меня была бы Совесть чиста Что у меня тоже нет И с этой болью Что он виноват Ну мы все живем уже С какой-то болью Что мы в чем-то виноваты Я же тоже живу с болью Что я виновата Что Леша нет Поэтому Жизнь стала другая Жизнь стала для того То есть он раньше кино снимал Для творчества А потом он стал кино После Сережиной смерти Снимать Потому что Ничего другого делать не осталось Он думал И мечтал Совершенно о другой жизни Он хотел Получать От съемок Кино Радость Вместе с Сережей Потому что Он хотел Замутить Какие-нибудь Проекты Которые Могли бы они Снять вдвоем И это были бы Там Не знаю Братья Коины С инопланетянами С инопланетянами Он мечтал об этом Строго говоря Там было Три человека С которыми Леша действительно Близко работал Там Группа была Замечательная Существенная часть Ее была Московской Было Несколько наших Питерских Ну По-настоящему Это был Сережа Бадров Была Марина Лепартия Монтажер И второй режиссер И вообще Исключительно Важный для Леши Человек Ты что? Марина Маринка сейчас придет Маринка Там это Маринка То есть В работе Она была На всех Картинах С какого-то момента Всегда Главным Помощником И Володя Карташов Художник Постановщик Который На замке На братья Работал Ну На целом Ряде картин Это Мой еще товарищ Еще по Туле Он перебрался В Питер И Я их Познакомил Они вот Вот Три человека С которыми Действительно Сережа Марина И Володя Да Не только Сережа Бандров-старший Взялся снимать «Монгола» Чтобы каким-то образом Выйти из тоски Из печали После «Крамадона» Как вы пытались помочь Балабанову Чтобы он вышел Из этого состояния? Ну Помимо Разговоров Бессмысленных В общем Леша Ну Ну В каких-то медицинских Историях Я Ну Единственным Возможным способом Ну Не только с моей Со всей С нашей Точки зрения Это Работа Ну Не хотел Ничего Делать Он Ничего Не придумал Ничего Не писал Поэтому Я Принес ему сначала Сценарий Жмурок Со словами Вот Слово тебе комедию снять Леша Прочитал Сказ Что он что-то там Переделал Говорит Только я тогда Хочу всех знаменитых артистов Во всех Я говорю Давай Это отличная идея Ну Решер надо за что-то Всегда Это важно вообще Какой-то иметь Вроде Такую Необязательную приблуду Какую-то фишку Которая его Дополнительно Цепляет Заводит И так далее Как в «Братья 2» Когда-то он сказал Слушай Ну я хочу туда Напихать музыки Вот сколько влезет Я говорю Ну то есть Это отличная идея Сразу было ясно Это отличная идея Вот такие вещи Они А потом Мне не больно Он им принес Мне не больно Сказал А вот «Белодраму» Слава тебе снять То есть реально новые вызовы Новые вызовы Другие жанры Да И вот это были чужие сценарии Он естественно с ними Как-то работал Но это были Единственные фильмы Которые сняты Не по сценариям Балабанова Вот это вот как-то Ну там В какой-то степени Работало Можете описать Мы Не будем подробно Сергея Бодрова Останавливаться В этом фильме Но Вы можете описать Одним ответом Почему Люди Разных Все-таки Поколений Оказались Настолько близки У них Разница в возрасте У них Разница В Тех местах Где они выросли Почему Они стали Прямо друзьями А Сережа был тоже правдив Это редкость Действительно Может быть Знаете С другой стороны Я же не могу объяснить Почему вот за этого человека Я могу выйти замуж А вот за этого нет Точно так же Мне кажется И про друзей И про близких людей Найти своих И успокоиться Это главная фраза Фильма С Рената Литвинова И Лешинова Ребята Держитесь друг друга Главное в этой жизни Найти своих И успокоиться Я Нахожу своих И действительно Успокаиваюсь У меня работают Люди Там До 35 И я счастлива Что они работают Потому что я сама Мне с ними хорошо Это просто потому что Они свои А разница в возрасте Большая Энергия еще была у них Такая Вот Хорошая Ну и потом опять же Любовь Он его любил Ну что с этим делаешь Ну а она же из-за угла Не испугались ли вы Когда увидели сценарий Я тоже хочу По сути Этот фильм Который Анонсирует Расставание С вашим Близким другом Вот поэтому я спрашиваю Про не испугались ли вы После Кармадона Леша Ну в общем Хотел умереть Ну вот Это достаточно долго Продолжалось В этом не было позы Просто он хотел Действительно Ну действительно Хотел уйти из жизни Как я Как-то вот чтобы она закончилась Поскольку он Человек прямой и честный То в общем Не было в этом Какой-то игры Как я уже сказал Появление этого Такого сценария Оно было Ну Ну не было для меня Неожиданным что ли Потому что он был Ну что вот Он Этого хотел Почему он должен об этом Молчать Буду честным человеком Почему он должен Говорить правду Туда Он должен говорить правду И сюда На себя Про себя Мама учила говорить правду Он всю жизнь Говорил правду В фильмах И вот И про себя Я даже подумал У меня ровно Ну это не было Противоположное чувство Это просто была Реакция у меня была такая Я когда прочитал Говорил Леш Я подумал что А вот может это Может это поможет ему Как бы ну вот До какой-то степени выйти Из этого состояния Ну то есть сыграть его И как бы Сыграть смерть И продолжать жить Да Да Я ему Ну хоть Это было очевидно Я ему задал вопрос Ты сам сыграешь? Прямо сам сыграешь? Говорю Ну да Ну это ж я там Там режиссёр Там не написано же Алексей Балабанов Это там есть реплика Что я там Балабанов Режиссёр Член Европейской Академии Да А ты кто? Так я режиссёр Член Европейской Академии А ты? Кто? У него Как-то ушло В последние Наверное года два Примерно Ушло вот это Отчаянное желание Умереть Уступило место Какому-то Ну такому Какому достаточно Светлому Достаточно Какому-то спокойному Светлому Светлому А я не знаю что Но я счастья хочу Я тоже хочу Ну какой-то покой Как будто бы Случился Вот что я подумал Когда Значит Дочитал сценарий до конца Общались ли вы с ним После того Как Трагедия В Крамадонском ущелье Произошла Ну да Он же приезжал Да Селианов говорит Что После этого Балабанов вообще Не хотел жить Ну вот Вот эта штука Ну не тебе же решать Хотел ты Не хотел Но то что Он не хотел жить И для этого Как бы сказать Придумал Чуть ли не детские Такие Отмазы Да Да Наверное так оно и есть Я не знаю почему Вот Я точно не знаю почему У всех у нас бывает Ну не знаю Я надеюсь что и ты Как нормальный вообще Творческий человек Проходил через Маникально депрессивные психозы Когда Беспричинно весело И беспричинно грустно И так что Да чё это жизнь Выпей ты вроде То есть Яду Скрой вены Да И забудь Это свойственно всем На самом деле Ну и у меня Вообще есть К сожалению Такая гнусная мыслишка Что Лёха Пошёл по пути Артюра Рэмбо То есть Саморазрушение Что типа вот И разрушиться насовсем У него было ощущение Что он Закончил свой путь Режиссёра Ну даже не так Мне Мне показалось Когда я посмотрел фильм Качегар И И потом кстати Не только мне Я сейчас уже как-то Подтверждаю это Пытаюсь восстановить Славка Бутусов сказал Что у него было ощущение Что он выскреп себя Дочисто Прямо как кюретка Вообще всего Выскреп и больше сказать нечем У меня было ровно Такое же ощущение Это не режиссёр Это вообще Хочешь ли ты ещё что-то кому-то сказать В конечном итоге Все мы приходим к тому Что Молчание Золото И что по слову Изречённое есть ложь Да ну всё что там прописано И только какие-то уже вот игры Во что-то заставляют тебя снова открывать пасть И что-то говорить Вам понравился Морфий? Да очень Чем? Что он про гения Это Некая такая жизнь Когда Человек рождается гением И даже Его засасывает 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 Либо наркотики Либо водка Но не лишает Его гениальности Просто он уходит Немного про Балабану Нет? Да Как вы узнали про то что он умер? Значит я был в Голландии Мы Играем в хоккейной траве То есть я президент клуба Голландия это Очень Развитая Там в каждой деревне играется Хоккейной траве И мы играли в Голландии Как сейчас помню Играли в Гааге А жил я у своего друга голландского У него очень красивый дом Он в лесу И когда мы ехали из Гааги Мы ехали в ресторан В рыбный какой-то ресторан Мне позвонил Олег Лаевский И сказал что Леха умер Это май месяц Да май ведь наверное Ну а Все что касается Здоровья Жизни Смерти У меня как-то внятные рефлексы Все-таки я доктор с 10-летним стажем Можешь помогай Не можешь Ну то есть как Думай о другом чем-то Я понял что Ну это весть Которая 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 Я уже ничего помочь не могу А до этого Два года назад Я пытался его вылечить Значит Наши общие друзья Ну мои друзья Врачи С ним в Ленинграде Встречались И говорили что Леха Занимается саморазрушением Там Я это воспринял Как некая отданность И как бы сказать Вот это Общее горе Она где-то фоном Ну как-то отложил его Что вот это вот Такой ватный такой фон Леха умер И прошло два дня И рано утром По-голландски Рано утром Значит у нас уже какой-то день Прекрасным Солнечным Майским днем У меня звонит телефон Я просто рассказываю Как есть Я не знаю Какие оценки Давайте Понятно на телефоне написано Балабанов Ну то есть мобильный Лехин телефон Я понятно беру телефон Там Все ворохи мысленные Все одновременно Это звонит Надежда Это его жена Звонит просто Свой телефон Ну я-то о чем подумал В тот момент Я И у меня и надежда Промелькнула Да и какая-то И мистика промелькнула То есть вот И Ну надежда спросила Чего я не появляюсь И вроде с какими Соболезнованиями появляются Я говорю А хер ли это Какие соболезнования Ну вот И потом что-то Стыдно признаться Прямо белугой Разревелся Прямо вот Ну в общем конец истории Вот Он за два года до смерти приезжал Чтобы Подлатать здоровье А что было не так со здоровьем? У всех у нас Он есть жировой гепатоз Это единственное Что у него было То есть ну Некое начальное Перерождение клеток печени Ну Которое конечно Если не бросить бухать А все но Вся биохимия была Очень приличная Ну лучше чем у меня Скажем Если бы он в то время бросил бухать Он бы протянул бы еще Ну я думаю Магодочка в 35 Мы встречались в Екатеринбурге С Евгением Гренбургом Отличный мужик Иллюстрация того Ну во-первых Много объясняет Почему Алексей Балабанов такой А во-вторых показывает Как широкая необъятная Наша страна У людей может быть Тот же цвет кожи В общем-то Те же фамилии Имена Но они могут быть Совсем другие Потому что они из Урала Он сказал Что То ли за год То ли за два года До смерти Балабанов прилетал В Екатеринбург Обследоваться Да Было такое? Было С чего вдруг Вы решили И Что обследование Мне показало? Да я все время Понимаете Леша говорил Что он здоров А мне все время Оказалось Что он болен Я варила ему каши Я варила ему Вращивала какую-то Пшеницу Или еще что-то Делала какие-то Кисели Все время Спрашивала врачей А что можно Например сделать Может быть Пересадить печень Или еще что-то Я А он мне Говорил Слушай Наверное Тебе надо было не туда Идти учиться А на врача Они такие Доставучие Меня мама всю жизнь лечила Теперь ты начинаешь лечить Но это была некая забота И Женька Когда я говорила Он говорит Слушай У нас в Екатеринбурге Замечательные врачи У меня все схвачено Приезжай Проверим Может быть Может быть Это Какие-то вещи Которые можно Вылечить Или его подлечить Или его поддержать Еще что-то И мы поехали Опять же Вырвать его из контекста Привезти в Екатеринбург Который он нежно Очень любил С Женькой пообщаться Приехали Засунули его в больницу Пусть ему сделают обследование Так И что сказали? Сказали Что здоровый Угу Но так как он в больнице Все две недели Делал очень пунктуально Все обследования Все анализы Вообще Он очень пунктуальный человек Был очень точный Он все сделал А в последний день Он сказал Как мне все вы надоели Купил бутылку водки И там же напился Угу Гренбург Сказал Что Если бы Балабанов Завязал Он бы лет 35 еще прожил Как вы относитесь К такой медицинской гипотезе? И что бы мы имели Несчастного человека Все эти 35 лет Он делал что хотел Всю жизнь И лучше Пусть он Делает Не долго Но только то что хочет Чем долго Вот знаете сейчас Полезное все едят Знаю И жизнь полезная вся И ты должен ходить В правильной майке Потому что та майка За 2 рубля не котируется И это тебе должно быть правильно И это И каши ты должен Вот эту правильную есть И вот эти вот все добавки Коробочки Еще что-то Как херня вся эта Он не монтировался С этой жизнью Больше Ему хотелось жить Так как он хотел И это правильно Хотя мне очень без него плохо Но я уважаю чужие чувства Я ходила просто за ним Как мамка Мне надо было узнать Мне надо было обязательно знать Что он жив Что он Его не переехала машина Потому что один раз я Его ночью искала Холодно было очень Он как всегда ушел куда-то И нашла его Мы до этого С моей подругой Отвезли Петьку В больницу Потому что он застудил Локтевой Локтевой сустав Мы его отвезли В больницу Застудила Но вот до этого Тоже папу мы искали С ним вдвоем В мороз Отвезла его в больницу И дальше поехала Мы ездили по Васильевскому И искали Лешу Нашли Лешу Он стоял посредине Проезжей части На трамвайных путях Смотрел в небо Снег летел ему в лицо Куртка была расстегнута И он какой-то ловил кайф При этом трезвый Ну он такой человек Ну что я сделаю еще Я должна была просто за ним ходить И его охранять Не менять? А нет Он очень сильный был Его не изменить было Он все равно сделал бы так Как он хотел Он жил так же Как снимал кино Я хочу снять так И никак Больше и иначе И буду жить так И больше никак И не иначе И действительно Все таки При этом он прожил 54 года Это много Ой Напомните Сколько мы вместе Двадцать лет Двадцать лет То есть Для вас очевиден выбор В Двадцать лет С человеком Который горит И делает Или Пятьдесят лет С человеком Который Значительная часть Этой жизни Не горит Первое Для него Было бы больно очень Осознавать Что он Ничего больше не может Он счастлив сейчас Это мы все страдаем А он-то счастлив Я тоже хочу Вон там Пойди Может возьму Я никогда не думала Он мне все время говорил Что он скоро умрет Но я думала Что он меня пугает Дразнит? Да Так А сценарий Вам тоже показалось Что он дразнит? Я к нему Одна отнеслась Как к сценарию Как к очень хорошему Произведению Светлому И прекрасному То есть Я не увидела там Ничего Предвосхищавшего Его конец То есть То что Он идет С портфелем Снега Это я уже придумала Я говорю Ты должен идти с портфелем Как настоящий режиссер Потому что режиссер ходит с портфелем И потом когда ты умрешь А портфель Останется На Черный портфель Твой останется На снегу На века То есть я произнесла То что потом произошло Потому что Мне вернули этот портфель А его уже не было И Но я тогда не понимала Мне даже в голову не приходило Потому что Леша Во-первых Леша тот человек Который Сдерживал все свои обещания Он мне обещал Со мной состариться Жить на даче И растить внуков С одной стороны А с другой стороны Говорил что То есть Мне так кажется Что слова про смерть Он говорил Что он умрет Не физически А умрет Как творец Как режиссер Чтобы я с этим Я воспринимала это Что он умрет Как режиссер Будет Старенький Я буду старенькая Мы будем расти Действительно внуков У нас прекрасные сыновья И Это будет Вот такая старость И Прекрасная старость Что он не будет Режиссером Который По режиссуре Своим патентом становится Как многие режиссеры И этого он очень боялся И готовил меня Я так понимала Готовил меня К тому Что скоро он не будет Снимать кино А вовсе Не к смерти Физической К ней я не была готова В общем У меня к нему Есть некая Такая внутренняя претензия Он никакого не имел Права умирать Он не работает режиссером Если выскреб себя до дна Работай кем-то другим Но почему мы-то должны А ты не должен Когда вы смотрели фильм «Я тоже хочу» О чем вы думали? А я не смотрел этот фильм До сих пор? Я после… Мне страшно его смотреть Я после «Кочегара» Сдал себе слово не смотреть Но Я все время Как бы сказать Очевидно Я нарушу его Все-таки посмотрю Потому что Я много раз уже был На такой вот состоянии Взять да посмотреть Дали слово почему? Боялись расстроиться? Ну да, конечно Я к Лёхе очень тепло отношусь И как бы сказать Все равно человек же для себя Что-то формулирует Вот вы пытаетесь сейчас Что-то заформализовать Но для меня он формально Близкий друг И таких друзей у меня По жизни всего пять Ну одна пятая жизнь Она ведь как бы сказать Ее надо беречь Когда Балабанов умер Вы не были вместе с ним в санатории Как сказал Сильянов Тебя ангелы отвели Чтоб ты не орала Не кричала И не вытаскивала В очередной раз Из этих врат Которые его уже В которые его уже Забрали Я была в Петербурге На пробах Одевала артиста И потом Собиралась в кино С Федькой пойти Но Лёша мне позвонил Сказал что Поспит И не очень себя хорошо Что-то чувствует Говорит я посплю И я решила Что надо поехать Мы с Федей встретились Я говорю слушай Что-то в кино не очень Я пойду к папе пожалуй И дальше началась Свистопляска С пробками Мы собрали С моей подругой Другом Олей Михайловой Которая отвезла Меня туда Все Пробки Мира То есть их никогда Не было То есть мы приехали Через часа Через два А когда я ехала Я уже знала Что его нет Вам позвонили? Нет Его А я обнаружила Просто Так у нас С ним Такие были отношения Что Даже когда я Его искала Я всегда В конце знала Что в этом месте Все-таки Я его там найду Я действительно Его там находила А ты понимали, что не найдете? Ага Я была готова Я слышал, что предыдущий директор Была Одноклассницей Балабанова Да Да И табличка появилась не при ней А после Табличка Это мемориальная Мемориальная доска Ну на самом деле К табличке Школа Не имеет никакого Отношения Это не инициатива школы Это Инициатива Как вот Вы сказали Людей Восторженных И считающих Леху гением И вот они Изготовили эту табличку И просто то все повесили Это вообще ничего не понимают Это мне напоминает Анекдот Про Памятник Лермонтову На экскурсию идет Говорит А вот памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову Один из экскурсантов А Говорит Понимаю Это который Муму написал Говорит Ну что вы Муму написал Иван Сергеевич Тургенев Тогда вообще ничего не понимаю Муму Тургенев написал Памятник то почему Лермонтову Ну вот если я учился в этой школе Почему табличка там была там Слушайте, Евгений А как вы думаете Если Балабанов был жив Как бы он на все подколы Которые В его адрес Отпускайте И отреагировал Ну трудно Вообще за другого человека решать Но я думаю Абсолютно спокойно Потому что если бы мы Наоборот бы поменялись Ну помер бы я бы Чуть пораньше А вы бы Расспрашивали вообще Что это было за человек Да? И как там И я думаю Может быть даже Позлее бы что-нибудь рассказывал Он о вас Ну я же добрый человек И веселый А он желчный и злой Они сошлись там Слушайте А черный юмор же он любил? Ну Да Во всяком случае Для нас не было Разделения на юмор Белый, синий, зеленый и черный То есть черный был Такой же юмор Как и все Да он любил юмор Он как бы сказать Был очень юморным человеком И видел смешное в самом страшном Вспомните момент Когда вы поняли Что Балабанов Великий режиссер Я до сих пор Этого не понимаю Я просто считаю Что он лучший Для меня И круче человека Я не встречала В своей жизни А что он Великий режиссер Я об этом не думаю Я знаю Что он просто великий Не только режиссер Он великий мужчина Если обещал Стой ровно Это его фраза Он Всегда сдерживал свое слово Он не разменивался На фитюльке У него были великие цели И он ни разу не ударил женщину Даже мысленно У него был абсолютно Свой почерк Своя атмосфера Своя энергетика Она была цельная То есть там невозможно Было ничего подкатить К нему Ну никак Он свое решал Он никогда бы не изменил Ни одного кадра Если бы он снимал В Советском Союзе Я не знаю Его бы там резали Клали на полку На десять лет Но он бы никогда В жизни не изменил Ни одного кадра Он никогда не изменил себе Никогда не изменил Своему вкусу Никогда не изменил По своему дару Таких режиссеров Единицы Когда ты поняла Что Балабанов Великий режиссер? После съемок Когда я уже приехала На Морфе Я посмотрела Как там идет работа Я когда стала Там как-то вообще Понимать Где я нахожусь Я поняла Что это грандиозно Потому что я же После фильма Груз 200 Думала Что все так снимают Я буду сейчас сниматься Так Каждый год В хорошем фильме А их-то нет Ну в смысле Есть хороший режиссер Но фильмов-то мало На самом деле И режиссеров мало И я стала вообще понимать Потом С прошествием каких-то лет Что Это Вот так происходит Это вот такая встреча Как Видеть в телевизоре Я буду сниматься У этого режиссера Там В 15 лет Можно Выкрикнуть И выиграть это все Выиграть Свою судьбу Выиграть Свою Да Судьбу Потому что это уже Как-то вот Я думала про меня Забудут В контексте этого фильма Я уже снялась В других каких-то проектах Там и там Зорь здесь тихий Какие-то там Прокатные истории Сериалы Нет Понимаешь Это прямо она Она сидит И она меня вообще определила Это история Когда Вы поняли Что Балабанов Великий Тоже есть ответ Как Не странно Общежитие ВГИКа То сё Прочее десятое Жизнь это идёт Студенческая В какой-то момент Лёша мне говорит Что вот я тут Начал писать фильм По Бекету Сценарий в смысле Ну Ну Так Бекет Невеликая радость Для читателя Ну Модный Но скучный Тяжёлый Сложный И не кинемографический С моей точки зрения Писатель Закончились Закончились курсы Он написал Переехал в Питер Познакомился с Германом Показал ему Настю Егора Герман сказал Ну давай дебютируй Словил И вот Лёша мне показывает Он наконец Записал этот сценарий Показывает его мне Мои друзья Я читаю Думаю Ну Переживать стал за друга Что вот Это Что это Статичное будет Какое-то мёртвое кино Ну Он этого хочет Я что Ну Да-да Давай Он побежал Всё это снимать Энергии было Всё бегом Снял Смонтировал У меня Судей не было Всё это делалось В другой компании Естественно Позвал меня Посмотреть Герман Там это Кармолита Я ещё И я так Пошёл С опущенной головой Смотреть этот Фильм Потому что Ну Ладно сценарий А потом-то что-то надо Говорить Товарищу И вот Где-то в середине фильма Ну или по его окончании точно Я понял, что Лёша Очень крутой режиссёр Потому что Фильм Двигался и жил Вот из этой вот Вот он это Он Кинематографист Лёша Он не просто формалист Он взялся за модного Бекета Как Да Вот там Как-то решил блеснуть Какое-то Тогда это было модно Тем более Вот это вот Перестрочное время Всё запретное Давайте Всё В том числе и восколобое Полузапретное Давайте Давайте Вот мы тоже можем Вот Этот фильм бежал Он всё равно Понятно Сложный Это кино не для всех И я там Не рекомендую Там Немедленно кинуться Найти на Значит В Ютьюбе Картину И ждать Брата Или чего-то Похожего Это Авторское кино Но повторяю Кинематографически Это меня прям пробило Я И я прямо так Выдохнул И в общем Это был момент Моего счастья Потому что Друг Не то что не подвёл А просто У тебя есть Какая Это глобальная цель На кинокарьеру Глобальная Нет, хочется не опозориться Вот В твоём интервью Баженов сказал такую фразу Что Типа Все дети Известных режиссёров Или известных кинодеятелей У нас в стране Обсираются Ага Вот мы с братом придумали шутку Что надо было ему ответить Видео Написать Что типа Привет, моя Дети была Абанова И ёо, мы такая гопота Ты чё не ты, чё базаришь Ну шутку такую придумали Вот Но хочется конечно не опозориться Не быть как Кто-то Ну и не поэтому ли ты пошёл Не на режиссёра А на немножко смех А я считаю, что нельзя пойти на режиссёра в 18 лет Ммм Режиссёрам нужно там Мне кажется Если только не вот прям Не прёт из тебя талант Как например вот Автор фильма Теснота Контибербалок Да Он чуть старше меня Если не ошибаюсь Он снял очень крутое кино Вот если у тебя нет прям идеи Или там что тебе хочется что-то сделать Рано пока Нужно Освоить одну профессию Да Как минимум да И очень много примеров Как из художников становились всё-таки Режиссёрами Или наоборот А, такое бывало, да? Ага Мы тебе можем только удачи пожелать Спасибо большое Спасибо большое Субтитры сделал DimaTorzok